Я бы хотел вот еще какую вещь обсудить, возвращаясь, собственно, к контрнаступлению и ожиданиям, связанным с ним. Я вот был в Киеве, разговаривал с разными людьми, с официальными лицами, неофициальными, вот к каким соображениям пришел. Ведь действительно направление удара, мы не знаем, больше тысячи километров фронт, и оно может в любом месте начаться, вплоть даже на границе с Российской Федерацией. Сейчас мы видим, что война может перекинуться и частями как бы на саму РФ, приграничные территории, Белгородчина, Брянск, там другие регионы. Туда могут зайти российские комбатанты, могут зайти, в конце концов, части ВСУ, ничего нельзя исключать, война есть война, да. Но вот смотрите, какая вещь, ведь они подготовились за эти месяцы, Москва в ожидании контрнаступления заминировала все, нарыла окопов, построила фронтферционные сооружения. И только на участке на востоке, там, где идет непосредственно соприкосновение, Авдеевка, Маренко, ну, значит, соответственно, Бахмут, дальше Солидар, ну, может быть, в значительной степени Сватова, Кременная, это незаминированные поля, потому что мы же понимаем, что там идет движение фронта, там близкое противостояние российских и украинских войск. И вот там как раз-таки и возможно контрнаступление, а не где-нибудь на юге, где, ну, действительно, естественная бригада Днепр, дальше поля-поля минные. И, собственно, это может затормозить движение бронетехники, личного состава и так далее. Как вы это оцените, как вы на это смотрите, какая перспектива выше? Это все обсуждают, но почему бы и нам не попаразитировать на этой теме? Ну, конечно, всем же интересно, вот, есть карта, карты эти можно скачать, отпринтить, проводить там стрелочки всякие рисовать. Правда, мало кто знает, где конкретно, значит, какова плотность этих минных полей, где они гуще, где они там пожиже. Понятно, что Запорожская область, скорее всего, там вдоль линии соприкосновения эти и окопы, и минные поля и все прочее. Понятно, что там, где постоянно перемещаются российские войска, там минные поля ставить, в общем, как-то... Нелепо, да, свои войска будут подрываться. Так что, в общем, тут ведь есть несколько принципов, как мне кажется. Первый принцип заключается в том, что удар должен наноситься там, где его меньше ждут, меньше ждет противник. Все понимают, что, да, очень привлекательно для наступления именно Запорожская область. Там очень небольшие расстояния между линией соприкосновения и железнодорожной магистралью, которая идет от Донецка к Херсону, по которой снабжается российская группировка. Собственно, есть две таких магистрали главных. Это вот магистраль Донецка, Волноваха, туда Токмак, с ответвлением на Мелитополе, на Крым. И южная магистраль, это Керчь, Через мост Керчь, Чанкуй, и тоже туда на Херсонскую и Запорожскую области. Значит, привлекательна очень Запорожская область для наступления. Рельеф очень тоже хороший, потому что степной рельеф. Там могут двигаться танки, ну, относительно, так сказать, беспрепятственно. Потому что там есть, конечно, овраги, русло рек, овраги и прочее, и прочее, всякого рода. Естественно, там российское командование устроило самые мощные укрепленные полосы. Это все понятно. Поэтому, как могут считать в Москве, уж на Запорожскую область, наверное, эти хитрые офицеры и генералы ВСУ туда не полезут. Полезут куда-нибудь в другое место. Но тут уже наступает такая, есть такая отрасль, такая часть матлогики, называется рефлексивные игры. Если нас там, если не верят, что нас ждут, что мы будем наступать в Запорожской области, значит, мы должны наступать именно там. Потому что нас там не ждут. Тоже логика есть. Теперь, если посмотреть на распределение войск российских, про ВСУ мы ничего не знаем. А вот на картах показано распределение войск. Там, конечно, плотность российских войск в Запорожской области меньше, чем в Донецкой. Но, с другой стороны, это тоже определенный плюс для России, потому что меньше беспорядка будет. А вот если удар нанести в Луганской области, вдоль границы, там и минных полей меньше, наверное, так можно предположить. И окопы попроще. И выход тоже очень... Представьте себе политический. Вот взят Донецк или вооруженные силы Украины прорываются к Луганску. В Донецку взять трудно, там тоже укреплений, укрепленных районов понастроили и со стороны Украины, и со стороны вот этого ДНР. А пройти так вдоль границы к Луганску и потом выйти к Луганску – это такой политический эффект, я бы сказал. Фантастический. Фантастический эффект. Но опять же, вот здесь возникает тогда, поставим себя на место, значит, оператора российского Генштаба. Он тоже ведь не дурак, да, понимает. Ага, а тут вот у нас слабое место. А для Украины это направление такое привлекательное очень. поэтому давайте мы здесь чего-нибудь такое на какую-нибудь засадный полк ну в кавычках какие-то части разместим но и ведь развертаны развернутые части российской армии они тоже просматриваются из космоса там и из всяких разведывательных самолетов тоже там информацию собирается в общем сказать где будет это наступление я вам честно скажу я не знаю но думаю что вот самое интересное заключается в том что она может быть в месте вот перед началом великой отечественной войны до были военные игры проведены в москве где рассматривалось два возможных наступления немецкой армии вермахта да здесь у нас понимаете есть наверное с десяток возможных возможных направлений